Заняв трон, Анна Ивановна, как и Екатерина Первая, обнаружила более склонности к увеселениям, чем к государственной работе. Ей было 37, и она, видимо, решила отрываться по полной. Ее окружали шуты и шутихи. Придворные, угождая ей, представляли все новые и новые проекты забав. Страной же правила небольшая группа доверенных лиц, среди которых особое место занимал Эрнст Иоганн Бирон. Почему историки и окрестили Аннинскую эпоху страшноватым именем Бироновщины, с произнесением которого сразу встают в уме мрачные картины пыток в застенках тайной канцелярии и высокомерного заселения немцев во всех сферах русской жизни.